Уважаемые друзья, здравствуйте! Буду краток, поговорим о йоге. Сегодня гостья нашей студии, хозяйка студии Вата Йога, преподаватель ха-хо-йоги и йоги в гамаках Татьяна Феш. Татьяна, здравствуйте! Татьяна, расскажите нам о йоге. Вот та йога, которую вы практикуете, хатха-йога, она что собой представляет, в отличие от других видов йоги, которых очень много? Хатха-йога – это в основном включает в себя физические упражнения, асаны. В йоге называются асаны. Асаны вообще во всех направлениях йоги одинаковы, одни и те же, только где-то углубляются медитации, где-то дыхание занимаются, где-то медитация, дыхание, асаны и разные там есть йоговские штучки. Хатха-йога – это практика асан вместе с дыханием, правильным дыханием. То есть мы садимся в позу лотоса и начинаем дышать? Ну, кто может, тот в лотоса, кто нет. Просто есть классическая йоговская поза, когда ноги просто скрещены. Мы начинаем практику с дыхания, когда мы дышим, настраиваемся на практику, стараемся успокоить немножко мыслемешалку в голове и оставить за пределами студии вот эту всю суету и социум, посвятить себе весь этот час. И что это дает? Это дает очень много. Это дает эмоциональный фон очень хороший, радостный, хорошее настроение, успокоение. Человек отдыхает на йоге. Очень многие после йоги получают заряд на несколько дней. Кто-то говорит, и неделю ходит в этом состоянии, потому что, когда у нас эмоциональный фон хороший, когда мы умеем не погружаться в какие-то негативные для нас вещи, то здоровье, соответственно, улучшается. И настроение, и человек как-то бодрее, наверное, живет, радостнее, у него больше дел. Потому что мы вообще устаем, на самом деле, человек устает очень много, эмоционируя. Когда мы о чем-то переживаем, и это в голове все крутит, 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 появляется усталость на самом деле. Когда мы научаемся эту мыслемешалку останавливать и смотреть конструктивно на многие вещи, вот этой усталости очень многое, ну, она уходит. Хорошее такое, вы нашли определение, мыслемешалка. Действительно, точно, оно там в голове бьется, бьется, там мысль, там, я не знаю, какую-то обиду столетней давности, все переживаешь и переживаешь. То есть в йоге можно это все дело остановить, выключить, прекратить и перестать травить самого себя. Ну, а зачем это делать? Это же вы, это ваша жизнь, это ваше настроение? Ну, оно там само. Кто хозяин в доме? У меня всегда вопрос, а кто хозяин в доме? На самом деле, если мы что-то хотим себе изменить, если мы сюда направим внимание, энергию, да, поищем знания, то мы можем себе изменить очень-очень много. И характер, и привычки, и настроение, да, и негативные эмоции, и все, что вас в себе не устраивает, если вы это хотите, если вам это нужно. Если вы хотите стать спокойнее, радостнее и смотреть другим взглядом на эту жизнь, да, не обижаться, не ходить в претензиях, все в ваших руках на самом деле. Реально у кого-то получается? У меня? Я, ну, никогда не рассказываю про то, что я прочитала в книгах, да, или просто где-то послушала в лекциях. Я всегда делюсь тем, что через практику, все, что мой опыт, мой личный и людей рядом со мной. Поэтому это все реально, ну, если вы хотите, проверьте на себе. О вашем опыте мы еще порасспрашиваем, но интересно, ученики, ученицы достигают результатов, о которых вы говорите, получается у них? Я себя не позиционирую гуру или учителем. Я такой же, мы все попутчики, да, я такой же человек. Мы все ученики. Мы все ученики, мы все друг другу ученики и учителя на самом деле, и я никому не ставлю какую-то задачу. Каждый, вот что он хочет, да, если он хочет это, если я это могу показать, рассказать, пожалуйста, да, дать направление, да, потому что я пишу какие-то посты, стихи, да, в соцсетях, и люди читают, и тоже им это дает какое-то наполнение, успокоение, импульс. Поэтому тот, кто хочет, опять же, у меня всегда, я не насилую людей, да, не причиняю добро насильно, вот, я всегда говорю, ну, кто-то хочет, пожалуйста. Вы наблюдаете, видите, те, кто вместе с вами занимается, они изменяют характер к лучшему. Да, безусловно. Здоровье как-то поправляют свое, да? Безусловно, люди, которые начинают работать с собой, конечно, это какие-то уходят проблемы, болезни. Работа над собой в любом случае результативно, если ее делать хотя бы дня три, и то какой-то результатик. Какой-то период, да, какой-то период, да. А вот до этих результатов, кстати, сколько надо пахать? Или тут пахать не надо? Да, давайте все делать легко и радостно. Я понимаю, культуристы, надо вот за три-четыре года 95 килограмм сухой мышечной массы набрать. А йоги как? Йога – это же не зарядка, это не спорт, да. Йога – это практика. Йогу практикуют, ее вводят в свою жизнь, и ее вводят в свою жизнь как завтрак, обед, ужин, да. То есть, если вы так относитесь к йоге, то просто люди начинают заниматься этим все время, ну, всю жизнь. Нету такого, что я сейчас позанимаюсь два года, каких-то достигну результатов, и все, и перестану этим заниматься. Но это невозможно приходить на йогу, быть вот в нашем пространстве, дышать, делать и не меняться на самом деле. Потому что уже даже пять минут, десять минут подышать, да, успокоиться, удихомириться, да, по вассанах побыть, да, это уже очень колоссальный результат. Это видно, это видно по людям, не дают обратную связь, конечно. Кстати, дыхание, вот оно само по себе очень важно, это, ну, великий дар, который нам дан природой, но мы не обращаем на него внимания, дышим на автомате. И иногда вот те, кто позиционирует себя все-таки как гуру, и у него действительно есть для этого основания, спрашивают у человека, сколько раз ты сегодня дышал, а он и сказать не может. То есть, я говорю о том, что существует такая практика осознанное дыхание, да? Вы тоже этим занимаетесь? На самом деле видов дыхания очень много, очень много. Есть через правую ноздрю, через левую ноздрю, дыхание огня, дыхание волка, медведя, змеи, дыхание с задержкой, дыхание без задержки. То есть, их действительно очень много. Есть полное диафрагмальное дыхание, да, когда мы… Животом, дышим. Не животом, а наполняем себя, да. Поэтому их очень много, и здесь самое главное дышать, ну, крайне мере, вдох делать. Через нос всегда, да. И есть, наоборот, есть задержки дыхания, есть обратная сторона. То есть, я всегда спрашиваю, сколько вы можете не дышать. Это тоже показатель здоровья человека. То есть, здоровый человек 60 секунд должен спокойно не дышать, делать задержку дыхания. И вот это дыхание, в этом нет никаких таинственностей. Это просто прямая физиологическая работа и та же польза, чисто для биологии организма. Да, таинственности нет нигде, ни в чем. Все, всему есть какое-то объяснение. Материально. Да, там, материально или духовно высших сил, или здесь земное. Кто куда настроен и кто чему верит, да, кто во что, кто что хочет свою жизнь привнести. Да, мы дышим, мы же развиваем легкие, мы же, да, даем легкие бронхи, да. Мы наполняем себя, мы даем подышать внутренним органам, да, мы кислородом обогащаем себя. И плюс в йоге же много перевернутых пост даже. И если брать гамаки, это вообще отдельная тема, да. А на коврике мы же тоже очень много вниз головой. Это тоже укрепляет сосуды, да, это удлиняет позвонки. Поэтому очень много. Йогой просто надо, про нее невозможно рассказать, да, как я уже там говорила. Как невозможно рассказать вкус пирожной картошки или борща, если вы его никогда не ели. Я вам буду тут сейчас рассказывать, как это вкусно. В прилагательных растекаться. То же самое про йогу, да, можно говорить много. Но я всем говорю, кто меня спрашивает, придите в студию, да, попрактикуйте с нами. Одно занятие, второе, и вам станет ясно, ваше это или не ваше. Откликается у вас внутри или как-то до тела. Потому что многие через тело. Для многих это так, как будто на массаж сходил. Для кого-то это какое-то, ну, это даже иногда не передать. Люди ощущают, да. А женщины же общают такие, впечатляют, чувствами живут. Ощутительные. Да, ощутительные. И поэтому для них это вот такой вкус жизни появляется другой, будем так говорить. Дополнение к повседневности очень хорошее такое, да. Какое-то может быть не то чтобы бегство, а прихождение к самой себе. Да, это всегда путь к самому себе. Мы вообще живем для того, чтобы познать себя в первую очередь. И вот этот взгляд… А в этом смысл жизни. Да, по большому счету. Но мы же как познаем себя, когда мы преодолеваем что-то, когда мы что-то достигаем, когда мы чему-то новому учимся. То есть куда-то сходить, какую-то гору покорить, да, переплыть реку в каком-то марафоне, новая профессия, да. Это все познание себя. Как я в этом, да. А как я здесь. А что я здесь могу, да. Какие-то свои страхи преодоления. Поэтому это всегда… У нас мы всю жизнь сами собой занимаемся, по большому счету. Насколько мне известно, йога, по большому счету, все-таки содержит в себе какие-то, ну, я бы сказал, религиозные аспекты, моменты таинственности, веры какой-то, эзотерики. Мы в нашем случае от всего этого абстрагируемся, у нас вот только йога такая, как бы я назвать, ну, материалистичная, да. Это все на самом деле какие-то, мне кажется, придумки или домыслы людей про религию в йоге. Йога вне религии. Там нет религии абсолютно. Это просто асаны, которые помогают твоему телу стать гибким, выносливым, сильным, молодым, без боли, да, и уходят, да, какие-то проблемы внутренних органов, потому что мы все время, да, вот эти вот вещи, вытяжения, да, и плюс затрагивается, ну, каким-то образом психосоматика. Вот, поэтому никакой таинственности, никакой эзотерики или религии здесь на самом деле не существует. Есть блаженство от практики, ну, будем так говорить, по крайней мере, я это так ощущаю, и я это так дальше передаю, чтобы, да, мои йогини это изучали. Ну, и как сейчас пишут в интернетах, во-первых, это красиво, да. Это очень красиво. Что представляет собой ваша тренировка? Вот все собрались, сели и… Мы садимся, и вот начинаем выдыхать прошедший день, если это вечерняя тренировка, да, если это вечерняя практика, начинаем выдыхать. То есть мы думаем про этот день, и хорошее, и плохое? Нет, можно вообще не думать, просто сидим, глаза закрыли, делаем несколько глубоких вдохов и выдохов, все, и дальше глаза закрыты, и мы дышим, наполняем себя дыханием, начинает идти, да, вот эта энергия внутренняя человек ощущает, все, так как играет еще музыка мантры, да, то есть мы вечером занимаемся, у нас горят свечи и световые сетки, то есть без света, это помогает человеку еще больше расслабиться. Если люди ходят уже давно, то есть это происходит очень быстро сегодня, потому что уже навык наработан. Если это утром, это мы готовимся к новому дню, да, заряд получаем, энергии. Все, в общем, подышали, потом идет разминка, да, такая, разогрев, все, потом основной комплекс асан, и в конце мы снова дышим, и самое любимое у всех, для чего все приходят, есть такое понятие, да, шавасана, когда человек ложится на коврик, все, я такой немножко прохожу, что там расслабляем пальчики, расслабляем колени, расслабляем. Асана называется очень романтично поза трупа. Да, поза трупа, ну, это мне там ничего такого страшного нет, то есть нужно просто выдохнуть. Умели древние индусы правильно назвать. Да, ну, уже все привыкли, все знают и все ждут, потому что там после того, как ты позанимался, как вот во всех асанах побывал, это действительно очень блаженство, когда ты лежишь, играет музыка, да, голос ведет тебя вот расслабить там мышцы лица, все расслабляет и весь такой, и улетел куда-то, да, потому что девочки говорят, что они начинают где-то видеть себя там картинки, там то летают, то море, то, в общем, такое. Ну, это уже фантазия. Ну, это внутренняя, да, у кого что приходит. В йоге только девочки? Нет, йога, она для всех, значит, для нее нет ограничений, с какого возраста, да, у нас, когда мы еще детьми занимались, это было с трех лет, самая маленькая была у нас, и самая старшая 73 года. То есть и приходят в разном, приходят и в 70 лет, приходят и в разный возраст, то есть это неважно, в каком возрасте прийти в йогу, тело восстанавливается, мышцы восстанавливают свою эластичность, поэтому кто думает, что им уже поздно или там боятся, надо просто прийти, как я говорю, надо просто сделать шаг и сделать эту практику, а там вы решите. Не надо так думать, как они думают, да? Да, ну, потому что на самом деле, я так всегда говорю, да, слово возраста не существует, все у нас в голове, и мы можем очень долго оставаться активными, молодыми, тем более сегодня совершенно все поменялось, время совершенно другое, и сегодня там вот возраст, который был раньше, там 50, да, 55, там вроде уже были бабушки такие, дедушки, пенсионеры, сегодня это вообще считается золотая молодежь, я так считаю, да, и я всем говорю, да, что мы можем действительно очень долго-долго сохранять все в наших руках. Это активность, да, это может быть йога, это может быть бассейн, это может быть велосипед, все что угодно, то, что наполняет вас и дает вам радость жизни, вкус жизни, поэтому ищите, что вам нравится. Ну, это все-таки отважные люди, потому что они смогли вот преодолеть предубеждение, что асаны – это, ну, очень сложно и трудно, но действительно так, большинство считает, завернешься в эту букву ЗЮ и не развяжешься потом. Асан, на самом деле, очень много, очень много, да, и они есть простые, начальные, да, доступные каждому. И здесь просто действительно человек приходит и понимает, что вот это он может, это он не может, а иногда сутилим, надо же, я это могу, и потом тело становится все гибче, 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 да, мы же каждый раз делаем его эластичней, и результаты удивляют многих. Так как и на гамак люди приходят, потому что это же такая штука летающая, да, там похоже на акробатику. Да, и совладать непросто. Ну, очень хорошо. График, невропатолог. Нет, вот у меня за 6-7 лет не было ни одного случая, чтобы кто-то после занятий попал куда-то, не дай бог, к врачу. Ну, то есть я, несмотря на то, что вроде в группу приходят разные люди разных возрастов, но я всем говорю, вы сейчас делайте так, как может ваше тело. Мне не нужны здесь подвиги, мы не на Олимпийских играх, мы делаем так, как может ваше тело. На гвоздях лежать не надо, по углям ходить не надо. Нет. Не придется. Нет. Ну, это потом уже по желанию, зависит от совершенства, да. И все-таки мы, хотя и много характеризовали некоторые возрастные категории, все-таки говорим о девушках, о женщинах, о мужчинах. Мужчины, ну, у меня в основном приходят командировочные, приезжие в наш город. Интересно, чем это условно. Ну, в больших городах на самом деле к йоге относятся так же, как и к любому виду спорта, хотя это не спорт, да, и очень много мужчин посещают, находят свое, очень много преподавателей мужчин. Ну, у нас, я не знаю почему, это надо спросить у мужчин биробиджанских. То есть, там, Москва, Питер, да, центр России, вот, приезжают сюда в командировку, находят, приходят. У биробиджанских мужчин у меня ходит трое человек, они ходят индивидуально. И с удовольствием занимаются, и уже… Прячутся. Не, ну, индивидуальный подход все-таки мужчинам сложнее, мужчины менее гибкие, и им сложнее. Ну, так-то да, конечно, как можно расслабиться и закрыть глаза, когда вокруг много женщин. А вот кто-то, может, стесняется, да, если он там один в группе. Дело в стеснении. В группе. В группе. Но здесь, на самом деле, мы же на йоге учимся абстрагироваться. То есть, вот есть коврик, вы, ваше пространство, все. И в основном, кто уже ходит давно, научились, они занимаются с закрытыми глазами. Абстрагироваться, наверное, все-таки вот действительно непросто. Одно дело, когда ты дома, там, идеальные условия создаются тебе в тишине, а другое дело, когда ты, как говорится, в миру, вокруг шумы, автомобили, соседи, кто-то рядом занимается. Вообще идеальных условий не бывает, и их не нужно. И, ну, мое мнение, да, мой такой взгляд на это, идеальные условия, наоборот, вредят. Очень комфортно, хорошо, когда мы с единомышленниками, когда мы едем в Индию, да, в какой-то тур, когда мы едем в какой-то вообще там йога-тур. Любое место силы там, да, считается куда-то, где ты в горах, где ты на природе, где ты там на Алтае, не знаю. Все это, конечно, там комфортно, там все, и ты вроде как медитируешь, успокаиваешься. Но наша задача быть вот в таком состоянии гармонии, спокойствия, понимания, принятия именно в социуме, с коллегами, в семье, с детьми, с близкими людьми, с любимыми людьми. А так, получается, мы там куда-то съездили, там такие вот наполнили, сюда приехали и начинаем раздражаться на близких. Ну, нет. Поэтому, когда мы научаемся быть в понимании, да, себя, мира, окружающих, вот в таком принятии, я буду говорить, то тогда не надо никуда, не создавать никаких условий. И наоборот, когда мы в группе собираемся, я считаю, что тоже там такие условия для них, потому что все настроены друг на друга, все улыбаются. И наоборот, это легче, там, освободить ум, да, потому что свечи, музыка, все располагает. То есть честь тебе и хвала, если ты смог абстрагироваться, пойти в состояние, да, давайте это так назовем, не тогда, когда у тебя там за окном птицы поют, а сосед автомобиль прогревает, тогда тебе честь и хвала, тогда ты молодец. Ну, это труднее, но и результаты, соответственно. Ну, конечно, это же для нас самих очень важно, когда мы не терпим, да, потому что мне недавно вот сказали, Таня, я там тебе удивляюсь, ты такая терпеливая, если бы я терпела, я бы уже давно взорвалась, невозможно складывать туда какие-то ситуации, да, и не взорваться в конце концов. Есть такой навык, как принятие, принятие того события, которое произошло, понимание, что не все идеально и все может случиться, мы никогда не знаем, что может произойти в следующую секунду, не придумывать ничего за другого человека, не быть в ожиданиях, очень много, то есть ты в принятии этой жизни, и что бы ни произошло, ты такой вдох, выдох, и что с этим делать, все, все, и ты не нервничаешь. Это навык. Пожалуй, после этого ничего не стоит говорить, потому что это вот замечательный совет, который можно, из которого можно извлечь пользу всем, кто сейчас посмотрел нашу интереснейшую беседу. Спасибо вам большое. Спасибо за то, что пригласили. Успеха всем тем, кто изучает йогу вместе с вами, но другим тоже. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!